Добро открывает дорогу в рай. Студенты медицинского колледжа имени Башларова провели акцию возле центральной Джума мечети. В Дагестане открылась мечеть имени Шахида Мухаммада Хидирова. В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеотрансляция седьмого всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Наступил священный месяц Рамадан, да принесет он в наши дома мира, добра и барраката. Муфтий Дагестан Ахмад Хаджи Абдулаев поздравил верующих с наступившим месяцем обязательного для мусульман поста. Уважаемые братья и сестры, по воле Всевышнего наступил священный месяц поста Рамадан, месяц очищения сердец, месяц благих мыслей и добрых дел. Каждый год мы с нетерпением ожидаем начала Рамадана. Возлагая надежды на лучшее и обращаясь ко Всевышнему Аллаху, выражаем искреннюю благодарность за предоставленную возможность вновь увидеть наступление этого благодатного месяца. А также просим у Создателя помощи в проведении его с пользой для Ахирата. Да не Рамадана, это особое время, возможность измениться, пробудить в себе доброе начало. Ураза является школой нравственности, которая обучает взаимотерпению и уважению, состраданию и пониманию. Воспитывает в личности силу воли и духа. Пост – это не просто отказ от еды и питья. За каждую долю секунды поста у нас есть возможность получить вознаграждение Аллаха, что не сравнить ни с одним из благ этого мира. Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорил, Аллах сказал, любое деяние сына Адама совершается им ради самого себя, кроме поста, ибо поистине он ради меня. И я воздам за него. Пусть Всевышний одарит нас возможностями, силами и здоровьем для наилучшего поклонения ему в этом месяце, совершения множества благих деяний и соблюдения поста. Также прошу Всевышнего уберечь нас от совершения греховного. Дай Аллах, чтобы месяц поста стал причиной для сплачивания мусульман, чтобы с наступлением Рамадана во всем мире прекратились смуты, чтобы весь негатив безвозвратно ушел в прошлое, и мы начали новую жизнь. Амин. От имени сотрудников Муфтията Дагестана и себя лично поздравляю всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Искренне желаю, чтобы каждый день священного поста приносил вам и вашим близким милость и благословение Аллаха. В этом благословенном месяце пусть Создатель Вселенной и Повелитель миров, Всепрощающий и Милосердный Аллах примет все наши добрые молитвы и пожелания, и не спошлет нам всем благополучие и покой в обоих мирах. Амин. С уважением, Муфтии Республики Дагестан, Ахмат Абдулаев. В преддверии наступления лета становится актуальным вопрос о подготовке к пляжному сезону. Можно ли купаться в Каспийском море и насколько благоустроены пляжные зоны Дагестана? Эти и другие вопросы обсудили в правительстве республики. Совещание по вопросам подготовки к летнему купальному сезону провел Анатолий Карибов. Он отметил актуальность благоустройства пляжных зон и приведение их в соответствии с действующими санитарными нормами. Что-то делается там и в пролегающей территории. Но вместе с тем все они вызывают особую трубу. Вода, песок, необходимые сооружения на пляже, которые я имею в виду, сантехника вся, раздевалки и так далее, они не соответствуют санкантажем. Места массового отдыха людей, по словам вице-премьера, должны соответствовать общероссийским требованиям. Именно от состояния пляжей во многом зависит численность туристов. В подтверждение слова Анатолия Карибова, глава города Избербаш отметил, что ежегодно местный пляж, считающийся одним из самых чистых в республике, посещает от 30 до 40 тысяч туристов. У нас очень много песчаных пляжей. Доступ отдыхающих в воде есть. На территории города расположен самый лучший пляж в Дагестане. Это, все признаются, достаточно большой, огороженный. Туда практически подъехал очень сложно в летнее время. Сегодня проводится мощнейший субботник по очистке всего побережья. И замечу, что по сравнению с прошлым годом мусора стало гораздо меньше. По итогам обсуждения, Министерство по туризму и Народным художественным промыслам Республики Дагестан поручено координировать вопросы мониторинга состояния дагестанских пляжей. Хадежа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В стенах отделения Пенсионного фонда Дагестана состоялась прямая видеотрансляция 7-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В этом году чемпионат собрал представителей из 68 регионов страны и 8 зарубежных стран. Республика Дагестан представлена двумя конкурсантами из Хасавюрта и Махачкалы, которые ранее стали победителями республиканского этапа. Более подробно расскажет моя коллега Алина Хасанбекова. Повышение доступности государственных услуг через интернет, а также развитие системы обучения пожилых людей. Именно с этой целью проводится 7-й по счету Всероссийский чемпионат по IT-технологиям среди пенсионеров. Ибрагимова Индира из Махачкалы и Магомедова Асхаб из Хасавюрта отличились лучшими результатами в республиканском этапе и сегодня представляет Дагестан в Санкт-Петербурге. Программа поддержана соц.минтрудом, финансируется за счет пенсионного фонда. Она каждый год будет продолжаться и каждый год новые соревнования будут проходить. Я думаю, что наши участники сегодня, которые там участвуют, они достойны будут представлять республику Дагестан. Начало проведения подобных соревнований заложено с 2011 года. По мнению участников республиканского этапа, данный чемпионат для пенсионеров – это прекрасная возможность повышения своих навыков пользования компьютерными технологиями. На сегодняшний день, как говорится, это большая необходимость, так как сегодня информационные системы, как говорится, очень широко шагнули в мир, как говорится, и без них сегодня невозможно. Если в наше время мы пользовались еще калькуляторами, то сегодня это уже устаревшее. Данная программа позволяет повысить уровень социальной адаптации населения в информационной среде, благодаря чему лицам пожилого возраста становятся более доступны различные услуги. Алина Хасанбекова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Рамадан уже стучится в наши дома. Мусульмане с искренней радостью по всему миру встречают благословенный месяц. Не скрывая своей радости и жители нашей республики, на территории Центральной Джума-мечети состоялась акция студентов медицинского колледжа имени Башларова, посвященная наступлению священного месяца Рамадан. В ходе акции студенты раздавали прохожим надувные шары и шоколадные плитки. Больше всех акция, конечно, порадовала детей, но и взрослые не скрывали своих эмоций. Основной целью мероприятия, по словам организаторов, являлось поздравление горожан с наступающим священным месяцем и выражение радости по случаю его наступления. Мы, студенты медицинского колледжа имени Башларова, решили организовать акцию в преддверии месяца Рамадан. И еще мы ходим по городу и вручаем горожанам этого города шары и немного сладостей. Цель этой акции в том, чтобы поздравить наших горожан, наших братьев и сестер мусульман с этим праздником, с освященным праздником месяца Рамадан и подарить им немного радости и счастья. В селе Куруш Хасавюртовского района состоялась торжественная церемония открытия Центральной Джума-мечети. В мероприятии приняли участие представители власти и духовенства, общественные деятели и жители республики. На месте события побывал и наш корреспондент Камзат Нурмагомедов. Множество людей из различных сел, городов и районов республики собрались на открытие новой мечети, которая присвоена имя общественного и религиозного деятеля Мухаммада Хедирова, павшего от рук бандитов. Убийство произошло два года назад, когда 34-летний священнослужитель отправлялся в мечеть на утреннюю молитву со своим сыном. После этого случая все село вышли самостоятельно, и мы принимали участие на этом сходе. Вышли, как говорится, в центр села и провели сход. И на этом сходе жители села подчеркнули, что они объединены, что они вместе, что они против террористов, что они против экстремистов. У него была мечта действительно вот так. Построить селение, хорошее, красивое мечеть и объединить всех. Хедиров объединил свой народ ценой своей жизни. Выступавшие на маджлисте отмечали, что он никогда не боялся говорить правду в глаза. Верными доводами оставлял разоруженными радикалов. После смерти Хедирова на должность имама назначили его ученика и верного соратника Азима Панад. Не колеблясь и не раздумывая о возможных угрозах на этом посту, он согласился продолжить путь Шахида. Один день нас все равно заберет. До рождения это все нам приписано. Просто каждого хорошего, наверное, мечта так уйти. Уйти в мир иной, следуя пути истины и справедливости. Мухаммад Хедиров оставил после себя наследников, которые при жизни отца приняли его наказы и последовали его пути. Расул Хедиров старший сын Шахида, который находился в то кровавое утро рядом с отцом, сегодня нараспев читает священные строки Корана. Он обучается в Махачкале на Хафиза и твердо заявляет, что не свернет с пути отца. Я хотел бы стать алимом или каким-то большим ученым, который будет наследовать на истинный путь, на ислам. На пути Аллах буду. Новая мечеть, которая впредь будет нести имя Мухаммада Хедирова, способна вместить около четырех тысяч молящихся. Двухэтажное сооружение возводилось чуть больше года. В строительстве святыни приняли участие неравнодушные люди со всего Дагестана. Открытие этой мечети станет не только данью памяти известного алима, но и послужит маленьким вкладом в укрепление дружбы и единства жителей района. Гамзатур Магомедов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Хасовертовский район. В селе Ибрагима Тарт прошел турнир по мини-футболу, посвященный световой памяти мастера спорта СССР по легкой атлетике Магомед Гасана Ибрагим Гаджиева. Организаторами турнира выступили Дагестанская республиканская общественная организация молодежь для Артинского района и Дружба народов и администрация муниципального объединения Гиндинский. Большое количество приглашенных посетили спортивные события. На турнир съехалось более 300 человек. Сельчана Магомед Гасана и Ибрагим Гаджиева не впервые организовывать, проводить, а также принимать участие в подобного рода мероприятиях. В Ибрагима Таре всегда чтили и помнили добрых, порядочных и достойных людей. Много сегодня делается республика на развитии спорта, профессионального вида спорта, что свидетельствует целая армия чемпионов России, Европы и мира и Олимпийских игр. Если сравнительно почитать численность населения и количество завоеванных мест на разных уровнях, Дагестан занимает одно из первых мест в мире по завоеванным медалям. Магомед Гасан и Ибрагим Гаджиев был спортсменом с большой буквы, десятиборцем и мастером спорта по легкой атлетике. Помимо этого Магомед Гасан Асманыч работал педагогом и уделял огромное внимание воспитанию подрастающего поколения. Магомед Гасан был не только спортсменом, но и заботливым отцом, который воспитывал порядочных, умных, красивых детей. Поблагодарил гостей и участников турнира, собравшихся почтить память Магомеда Гасан Асманыча, глава сила Ибрагим Атар Абулхалим Ибрагим Гаджиев. Благодарю всех, что нашли время сюда приехать. Боритесь, выигрывайте, но не забывайте наше братство. Мы должны объединиться и укреплять свои отношения между собой. Желаю всем побед и всех благ. Программа спортивного события включала в себя несколько дисциплин. Помимо футбола прошли соревнования по волейболу. Дети соседались в беге на 100 метров. Взрослые участники мерялись силами в перетягивании каната и в подтягивании. Победители и призеры получили награду в виде медали и грамот. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Ибрагим Атар. Ежегодный турнир «Открытый кубок Дагестана по футболу» прошел в Москве. Спортивный праздник был организован фондом «Наследие» совместно с комиссией по делам молодежи. В турнире участвовало 11 команд. Всего за чемпионство боролись около 200 участников, представляющие разные общественные и молодежные организации. Турнир направлен на сплочение дагестанской общины в Москве. По итогам упорной борьбы первое место заняла команда «Медина» «Москва», в финале одержавшая победу над командой «Юлдус» из «Баба-Юрта» 6-2. В матче за третье место «Бадар» из Москвы выиграл у команды «Кая» со счетом 4-3. На этом у нас все. И как всегда я ознакомлю вас с курсом валюты на завтра. Доллар 56 рублей 75 копеек и евро 63 рубля 66 копеек. Также увидеть наши новости вы можете на сайте nnttv.ru. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова